Всем доброе утро! С вами снова Макс. В этот раз мы рассмотрим создание записок в GameGuru. Непосредственно для начала нам нужно создать уровень. Уровень очень простой. На бочке висит скрипт. Называется он node.lua. И про иерархию сейчас я расскажу, поскольку в записках есть парочку интересных нюансов. Записки у нас будут выводиться на экран в виде изображения в определенной координате. И на определенных условиях. Собственно вот наша иерархия. В папке скрипт.банк мы имеем две интересные папки. Images и Stories. В Stories мы обязательно должны создать папку под названием вашего уровня. Ну сейчас у меня это MyStoryAboutForrest. В ней помещаем сам скрипт.нот. В папке images создаем аналогичную папку с таким же именем. И помещаем туда картинки. Картинки должны иметь название 0.0.0, 0.0.1 и так далее. Формат исключительно PNG. Это сделано специально по требованию движка GameGuru. Он не воспринимает формат JPEG. Теперь перейдем непосредственно к редактированию скрипта. Скрипт очень простой. В данном случае 16 строк. При инициализации функции, то есть при загрузке скрипта, у нас идет функция LoadImages. Здесь мы устанавливаем папку, откуда загружаем. Стандартная папка загрузки. Скритбанк. Images. И вы выбираете здесь свою папку. Соответственно вписываете свое название. 0 это нулевой слот. Соответственно если вы выберете единицу, то он загрузит 0.0.1. Также загрузит 0.0.2, если напишите здесь 2. Ну, суть вы уловили. В Function Main у нас непосредственно идет сама функция. Для начала, для моего задания, я выбрал дистанцию. То есть я подключаю дистанцию. Если она меньше определенной, то что я делаю? Я первоначально устанавливаю позицию в середине. Ну, по проценту. А только потом показываю картинку, которая расположена в нулевом слоте. Вот таким же образом я могу подключить много изображений. 0.1.2.3.4.5 одновременно. И здесь просто писать 0.1.2 и так далее. Почему мы сначала устанавливаем позицию, а потом показываем картинку? Все сделано потому, что если мы сначала покажем картинку, а потом изменим ее позицию, то будет заметно некое дергание. Поэтому мы изначально ее ставим в нужную позицию, а только потом показываем, чтобы избежать этих дерганий и прочих нюансов. В остальных же случаях, когда дистанция от игрока до нашей бочки, в данном случае, меньше, точнее больше 120, тогда мы скрываем данную картинку на нулевом слоте. Итак, давайте повторим. Загружаем из папки MyStoryAboutForce картинку с индексом 0. Устанавливаем посередине. Показываем картинку с индексом 0. И скрываем картинку с индексом 0. Теперь давайте проверим, как же все-таки это работает. Как видите, показывается картинка ровно в середине экрана. И если я отойду, то она скрывается. Вот такой простой достаточно у нас скрипт на записке. Теперь я помню, что я вам обещал сделать небольшое дополнение к этому скрипту. Это в виде счетчика, то есть подбора. Для начала мы должны объявить локальную переменную localCount. Она отвечает за то, сколько записок мы подобрали. Дальше обязательно нужно использовать условия нажатия. Если дистанция меньше, мы помимо того, что покажем картинку, мы еще покажем текст. Текст, в котором напишем, что нажмите E для поднятия изображения. Ну, то есть для поднятия записки. Дальше нужно проверить. Если нажата эта клавиша E, ну, соответственно, если мы забыли, в данном случае, как я, как это пишется, мы откроем скрипт Global и ищем GKPREST E. Если она нажата, тогда мы увеличиваем количество понятых записок на единицу. А также обязательно должны скрыть нашу картинку, поскольку мы ее подобрали. И обязательно будем выводить, постоянно будем выводить, сколько мы подняли записок. Ну, от Script Global мы сейчас возьмем функцию Prompt. Вот он, Prompt. Нам нужно установить позицию еще будет. Так, вот, Prompt. Как можно видеть, у нас есть функция E и функция Str. E, это, соответственно, мы установим позицию для данного объекта. если по координатам, то у нас есть, по-моему, функция еще одна. Сейчас мы ее попробуем найти здесь. Что-нибудь, по-моему, с текстом было связано. текст-центр, 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 он, да, вот он текст. Значит, сначала координаты, ну, мы сделаем 10, 10. Дальше, выводим размер, ну, сделаем 24. И переменный аккаунт. Сохраним и давайте проверим. Итак, я немножко подкорректировал скрипт. Как вы можете видеть, слева наверху отображается количество поднятых записок. И давайте проверим на то, как же это все дело работает. Вот мы подходим, появляется записка, появляется снизу текст, press E to pick up node, нажимаем E. Записка появляется, поскольку еще раз, поскольку у нас есть условия дистанции, это нормально, это можно убрать. Вот мы уходим, можем попробовать поднять еще раз, и еще раз она не поднимается. Итак, собственно, что я же исправил, нежели было в тот раз. Я добавил текст, размер 3, count, как видите, у нас получается, мы добавляем текст, двоеточие, это называется склеивание, переменная count, которая отображает, сколько записок подобрали, и добавил снова переменная picked. Она нужна для того, чтобы можно было ограничить поднятие одной записки. Соответственно, мы можем уже здесь добавить условие, если не было поднято. То есть, если не было поднято, тогда выполняем эту функцию. Иначе, мы нажимаем E, и поднимается, а вот здесь она изменяется, и она поднимается, получается записка. Вот такой достаточно простой скрипт. Спасибо вам, в принципе, за внимание, это было очень хорошо, что вы попросили сделать такой урок, поскольку урок достаточно интересный, были свои нюансы по работе. Хотелось бы вам напомнить, что обязательно соблюдайте иерархию проекта. В Stories создаем папку с названием вашего проекта, кидаем туда индивидуальные скрипты для проекта. Ну, то есть, например, если вот как мы сейчас написали, данного скрипта по умолчанию, по дефолту нет. И мы добавляем новый, и добавляйте лучше сюда его. А все картинки кидайте в папку images. Здесь, в последовательности 0, 0, 0 и так далее. Еще раз спасибо всем за внимание, с вами был Макс. На этом все. Все материалы к уроку я выложу в группу. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, в группу вступайте, комментируйте. Там очень интересно сейчас, начинаются дискуссии. Поэтому всем удачи в разработке и пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok